Вот смотрите, униженный человек, оставьте, оставьте микрофон, униженный человек, он снаружи смиренный, а внутри несчастный. А достойный человек, он внутри счастливый, а снаружи может быть строгим, добрым, смиренным, в зависимости от обстоятельств. Ну то есть достоинство означает человек наполненный, а униженный означает, что он ждет счастья от кого-то. В этом разница. Если ты самодостаточная, наполненная, ты, ну бывает иногда, знаете, вот человек, допустим, рядом с тобой идет, допустим, и он гордый. Гордость всегда всех унижает. Вот ты, допустим, находишься с гордым, придавливает как бы, и дает тебе быть равновесие. Ты тогда чуть подальше от этого человека. Ты самодостаточный, видишь, гордый. Потому что некоторые люди хотят доказать ему, что как бы, вот он гордость с тобой себя ведет, и ты хочешь доказать, что ты тоже правка. Не надо. Самодостаточный человек не будет доказать гордому. Он понимает, что это просто гордый человек, и все. Он от него подальше. Самодостаточность возможна только в одном случае, если человек уже поверил не в себя, а в Бога. Есть три типа веры. Вера в злые силы. Эта вера живет у человека с рождения. Вот он родился с такой верой. Такой человек очень мнительный. Ему, его тянет всяким бабкам, гадалкам, к астрологам, ему что-то говорят, тяжелую информацию, он начинает это верить, привязывается к ней, и все, в соответствии с ней живет и рушит себе жизнь. Она называется вера в злые силы. Человек как бы подвержен этому очень сильно влиянию. Он услышал какое-то, что все будет плохо, и он привязался к этому и так думает, ходит. Это вера, понимаете? Вера в себя, как всегда она настраивает куда-то человека. Вера в себя. Большинство людей верят в себя. Это означает, что человек рассчитывает не на Бога, не на природу, не на добрых людей. Он рассчитывает на свои силы в жизни. И очень сильно хочет поддержки от других людей. Вера в себя также означает вера в своего мужа, вера в своих детей. То есть это продолжение себя. То есть мой муж – это то же самое, что и я. Это как бы моя часть меня. Когда человек верит в мужа, верит в детей, дети – это главная цель нашей жизни. Это все одна и та же вера. Она делает человека слепым и очень сильно подверженным скандалам, руганям. Человек как бы… Почему скандалит? Потому что он не ожидал, он верил. Он говорит, я в тебя верила. Ты что, как в это что-то… Как ты вообще посмел? Один очень возрастный человек, я его спросил. Как мне не выходить из равновесия, когда я отношусь, общаюсь с людьми? Посмотрел на меня, говорит. Ты, говорит, когда смотришь на людей, ничему не удивляйся. Учись ничему удивляйся. Что бы они тебе ни сказали, что бы они ни сделали, ничему не удивляйся. Считай, что все нормально. Вот это, чтобы понять, что значит ничему не удивляться, это посмотрите «Белое солнце в пустыне» как бы фильм. Там они никто ничему не удивлялись. Да, что бы ни произошло, они всегда такие как бы… Там по шею зарыли, там он такой сидит, не удивляется такой. Не скучает. Самодостаточные люди только могут так себя вести. Самодостаточные. Это дает храбрость, так же человеку смелость. Самодостаточность. Не обвинять никого, ничего. Динамит бросили, он такого видел, не удивился. Раз, закурил, назад выбрался. Тот увидел, взорвался, тоже не удивился. Потом познакомились друг с другом. Злобы нет у людей, все нормально. Это кинокомедия, конечно, так не бывает в жизни, но это правда. Это хорошая кинокомедия. То есть чувство хорошее, правильное, вот так жить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...